Доброе утро! Сегодня мы прочитаем притчу из Евангелия от Луки. Притча про молодые старые мехи и так далее. Лука, Евангелие от Луки, 5 глава. И 33 стих и далее. Они же, то есть фарисеи, сказали ему, почему ученики Иоанна выпастятся часто. И молитвы творят, так же и фарисейские. А твои едят и пьют. Он сказал им, можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься все дни. Присем сказал им притчу. Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в меховетхи, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит старое лучше. Ну, как вы догадались, сначала я прочитал контекст, в котором была эта притча рассказана. Контекст таков, что Иисус разговаривает с фарисеями, и они задают вопрос про пост. То есть ученики Иоанна, почему постятся, почему фарисейские постятся, а вот твои не постятся. Иисус объясняет, что какой смысл поститься, если и фарисеи остаются в законе, который был приготовлением для Христа, и Иоанн, креститель, приготовлял людей для Христа, а с учениками Христа сам Христос. Зачем им поститься, если уже не нужно готовиться, если с ними уже жених, если нужно радоваться, потому что жених пришел, и нет смысла поститься. И однако он им говорит, ну, да, время придет, жених отнимется, собственно, будут поститься. Вот. И 36 стих, собственно, сама притча. Причем сказал им притчу. Уже заплата к ветхой одежде и мехи. Новые, старые и так далее. Здесь, естественно, мы с вами помним о том, что здесь речь идет о смене системы, что ли, если так можно выразиться. То есть, Ветхий Завет, Новый Завет, старая система служения Богу и новая система служения Богу в духе. То есть, старая – это система жертвоприношений, ну, и соответствующий закон. Новая система – это служение Богу в духе. Вот. Поэтому Иисус сказал, что он не будет, таким образом, вот этой притчей, собственно, Иисус сказал, что он не будет исправлять старое, пытаться его залатать, пытаться его как-то починить. То есть, он не будет эту старую систему ремонтировать. Но вместо нее творит нечто новое. Естественно, не разрушая старое, но придав, вернее, создав какой-то новой совершенно, новую вещь, новое служение Господу, служение Господу в духе. Вот. Ну, и здесь, понятное дело, не то, чтобы что-то хуже, что-то лучше. Вот. Новый Завет, Ветхий Завет, естественно, они взаимосвязаны. Они представляют собой единое целое. Новый Завет вырастает из старого. Старый Завет был неплохой. Это был прекрасный институт, если так можно выразиться. Но, однако же, он выполнил свою работу к этому моменту и должен был быть заменен. Здесь, повторюсь, не означает, что что-то хуже, но здесь правильно сказать о такой ассоциации сравнить вот этот процесс с семенем, с произрастанием семени. То есть, семечка, будучи положена в землю, начинает расти и производит нечто новое. То есть, семечка выполняет свою работу, она умирает, отмирает. Мы можем, кстати говоря, видеть его там чешуйки после этого процесса. Но на его месте вырастает нечто новое. колос, дерево, куст какой-нибудь. Вот. Без семечки нет куста, но, однако же, семечка умирает для того, чтобы этот куст произвести. Интересно здесь окончание. Вот эта притча про старое вино. 39 стих. «Никто пив старое вино не захочет тотчас молодого, ибо говорит старое лучше». Вот эта вот притча про мехи, новые, старые, про заплаты. Вот они повторяются, они есть и в Марке, и в Англии от Марка, и в Англии от Матфея. Но только у Луки 39 стих заканчивает вот эту притчу про старое вино, которое лучше. И здесь, конечно же, мы понимаем, что речь идет все-таки о привычке. Да, старое вино лучше. Да, если кто-то знает, то, конечно же, молодое вино, у него и вкус не устоялся, там и все такое прочее. Старое вино, оно уже выстоянное, вкусное, ароматное. Вот. В данном контексте это означает, скорее всего, нечто отрицательное. Вот. Несмотря на то, что в жизни действительно старое вино, выдержанное, хорошее, лучше. Вот. То есть, здесь, конечно же, имеется в виду нечто, ну, как пример отрицательный, потому что новое, которое хочет привнести Иисус, оно, конечно же, лучше, чем то старое, которое было. Но люди очень крепко держались за то старое, что было у них. все эти традиции, всевозможные там предписания. Ну, просто потому, что это было известно, понятно, в этом было удобно. В этой системе уже были свои авторитеты, свои правила. Все уже привыкли, все достаточно устоялось. Кому тут надо чего-то нарушать, кому надо все это ломать и делать что-то новое. вот. И, к сожалению, ну, да, мы понимаем, о чем говорит Иисус, мы понимаем, что старая система, несмотря на то, что она была удобнее для какой-то части людей, она, все, она уже умерла, ее нельзя возрождать, но я имею в виду, не имеет смысла сейчас для нас с вами. Вот. Но мы живем по духу, но, к сожалению, к сожалению, вот это уже применение, я говорю, этого отрывка, для нас с вами, для живущих уже давным-давно, там, столетия, тысячелетия, живущие уже в Новом Завете. К сожалению, для нас часто бывает тоже именно так. То есть, есть нечто старое, к которому мы привыкли. Старый ли образ служения, ну, то, как проходит служение, да, система какая-то, ну, в каждой церкви она своя. Чем дольше живет церковь, я имею в виду, как некая единица, не глобально, вселенская церковь на земле, да, а вот поместная церковь, каждая в своем городе. Вот, чем дольше она существует, тем больше она обрастает всевозможными традициями, устоями, вот. И в жизни самого человека тоже все так вот устаканивается со временем, да, я помню, как мы в молодости бродили, как молодое вино. Вот, да, не все было удобно, не все было, не все мы делали правильно, вот, но было вот это брожение, было вот это вот, была энергия, была инициатива, мы хотели служить Богу, служить как могли, как это представляли, ну, повторюсь, не всегда это было правильно, не всегда мы все делали, или говорили хорошо, или даже в соответствии с Божьим Словом, ну, вот, иногда там заносило куда-то нас, это было действительно похоже на то, как молодое вино еще дображивает, ну, вот, и прошло время, не побоюсь этого слова, десятилетия, и уже новое принимается с большим скрипом, то есть, повторюсь, новое нужно не для того, чтобы, ну, новое не ради нового, изменения должны происходить не ради самих изменений, согласитесь, это странно, новое должно приходить, как реакция на изменяющиеся условия, а жизнь вокруг нас меняется, и меняется очень, в последние годы очень быстро, очень активно, но нам тяжело принимать эти изменения, я имею ввиду нам, как взрослым, уже давно верующим людям, вот, новое время отдает новые вызовы, те же самые тут онлайн проповеди, я помню, с каким скрипом, мне было, ну, мне было трудно принимать вот этот новый формат, это было очень непривычно, ну, понятно, это не заняло, не заняло годы, просто взяли и начали делать, но по инерции это было очень странно, это маленький пример, но я думаю, мы понимаем, о чем речь, Господь, Бог, есть Бог обновления, и на самом деле мы странники и пришельцы в этом мире, как говорит Писание, и странники и пришельцы постоянно сталкиваются с чем-то новым, с какими-то новыми условиями вокруг себя, новыми условиями существования, то есть странник, он пожил на одном месте, перешел на другое место, и там все по-новому, новые отношения с теми, к кому он пришел, с теми, кто рядом, новые условия жизни, да, снова надо копать колодец, снова нужно искать место для баранов, для своих, для овец, ну, я привожу примеры с жизни тех времен, из той древней жизни, когда люди кочевали с места на место, переводя свои шатры, перетаскивая, перегоняя стада, то есть, да, они каждый раз сталкивались с новыми условиями, то же самое сейчас мы с вами должны помнить, Писание говорит об этом ясно, 1 Петра, 2 глава говорит о том, что мы странники и пришельцы в этом мире, мы путешественники, странники в этом мире, и странник всегда будет сталкиваться с чем-то новым, с постоянно изменяющимися условиями, не нужно этого бояться, да, старые вины лучше, да, если мы жили, 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 то, конечно же, мы обжились, и квартирку обжили, и служение уже устаканилось, да, все идет по каким-то накатанным рельсам, по накатанной колее, трудно принимать нечто новое, но вот здесь вот важно не упустить, не упустить то, что Дух Святой говорит нам, то, куда зовет нас Бог, если Он зовет, если Он зовет, не нужно цепляться за старое, если Он дает призыв в нашу жизнь, четкий призыв, нужно оставить и пойти, оставить насиженное место, и просто пойти за Господом, потому что это несравненно лучше, вспомним пример фарисеев, которые цеплялись за свою старую систему, Отец Наш Небесный, прошу, благослови нас, пожалуйста, благослови смелостью в том, чтобы принимать от Тебя то, что Ты зовешь, то, что Ты даешь в нашей жизни, то, куда Ты нас зовешь. Господь, прошу о том, чтобы Ты дал нам благоразумие, чтобы на всем этом пути сохранять спокойствие, сердце разумное, мудрое, чтобы не поддаваться эмоциям лишним, какой-то эйфории, но с другой стороны, Господь, прошу Тебя о том, что если в наших жизнях раздается Твой призыв, чтобы мы откликались на Него, немедленно, дай нам понимать, что это Ты зовешь нас, Господь, если такой призыв нам слышится, благослови наш день, Господь, и дай нам реагировать правильно на те вызовы, которые приносят этот день, эта неделя, наша жизнь изменяющаяся, дай нам мудро проводить это время, время странствия наше по этой земле. Будь прославлены, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Да благословит Господь Ваш день. Аминь.